Я диету иногда, знаете, грешу с диетой, долго не взвешивалась, сегодня решила взвеситься. Вот, и после умывания лицо прям гладкое-гладкое становится, и вот такое ощущение, как будто кремом намазано. Даже можно кремом не мазаться. Кто вот на диете, прям кому совсем без сахара, ну это то, что надо. Быстро завариваемое, с сухофруктами, в то же время без сахара. Порежу, все подготовлю, пускай у меня готово, все лежит. Уже поставила курочку. Я посмотрела этот ролик, думала, боже, какой у нас тут кайф вообще. Тепло, ветра нету. Ой, шикарный напиток, послушайте, мне так это нравится. Класс! Всем доброе утро, девочки мои. 7 часов утра, плюс 10 градусов. На улице очень пасмурно и прохладненько. Ну, хорошо, что еще не минус, это радует. Я уже смонтировала вам видео смешное, где мы с дочкой экспериментируем. И у меня вот работает, это у меня масло Энержи. Утром включаю такое масло. И вот как светильничек классно смотрится, разными цветами переливается аромодиффузор. Я продолжаю его экспериментировать. И вот этот вот запах Энержи, там мандарин есть, прям чувствуется мандарин такой. Для настроения. Кофе я уже попила, а сейчас я заварила кашку овсяную. Ту, которую я покупала в Светофоре, я ее еще не пробовала. Но там какие-то сухофрукты разные есть. Я смотрю, абрикос, там что-то еще, сливки или что, или изюм. В общем, попробую сейчас. Вроде она как и без сахара, без ничего. О, интересно, вкусная она будет, или надо будет еще подслащивать ее. Я решила с утра пораньше уже привести себя в порядок. Я сегодня проснулась, девочки, пораньше. Вспомнила, что у меня сегодня нужно монтировать веселое видео. Мы с дочкой, правда, здорово повеселились. Пока делали мне всякие разные образы. Если кто-то не видел это видео, посмотрите. Сейчас я хочу сделать уход. Это вот эта скатка, по которой я вам говорила. Скатка эта у меня уже заканчивается, и надо ее уже закончить. Я новую заказала себе. И вот она обычно выглядит как крем. Просто наносишь на сухое даже можно лицо. И вот так вот покатать. Покатать по лицу. И там прям скатываются такие катушки. А лицо потом становится гладкое-гладкое. Хорошее средство. Оно как очищает. И в то же время, как крем потом ложится, остается на лице. Вовремя заказала я новое. У меня как раз сейчас уже последнее. Сейчас выможу и все. И вот так вот на все лицо. И оно под руками прям чувствуется, как катается. Это средство Фаберлик. Вот. Ну и пока я вот это вот все делаю, процедурку. Думаю, немножко пообщаюсь с вами, поболтаю. Может, на некоторые вопросы поотвечаю. Кстати, кто-то у меня спрашивал, в какую краску вы красите волосы. Я уже столько раз показывала, девочки. Краска у меня Фаберлик. Ботаника 10.0. И вот такой у меня цвет. Кстати говоря, наверное, уже пора красить. Но сегодня что-то мне не хочется этим заниматься. Пока дома сижу. И еще так вот нанесу. Там, где особенно нос, подбородок. Да вообще по всей коже. Вот. В этом видео я хочу что-то где-то, может быть, тестируть. Я уже с утра вот тестирую. Тестирую кашу. Хочу попробовать. Хочу вам сказать отзыв про вот этот аромодиффузор. Нравится мне аромодиффузор, девочки. Но я вам хочу сказать, наливаю я там водички. Вот там, где максимум написано. И там нужно вот это масло. Ну, как бы, чтобы оно поработало где-то не выше 30 минут. Но там остается все это потом. Я вчера вот этот вот утром как включила вот это масло Energy. И потом в течение дня еще несколько раз включала. А потом даже, знаете, выливать жалко. Вообще, если бы их было два этих аромодиффузоров. В одном, допустим, масло утреннее для энергии. А в другом вечернее. Потому что потом выливать вот это все жалко. Ну, буду их чередовать как-нибудь. Что-нибудь придумаю. Пока один у меня. Пусть один. Одного достаточно. Вот, сегодня еще хочу приготовить. Я поставила размораживать курочку. Ну, я и на ночь поставила размораживать. Кусочек, часть курицы домашней. И думаю, голову уже сломала. Чтобы приготовить, что я хочу. Хочу приготовить что-то в мультиварке, чтобы, ну, печка не стоять. Ну, вот думаю, такое, чтобы оно было еще и диетическим все-таки. Я диету иногда, знаете, грешу с диетой. Долго не взвешивалась. Сегодня решила взвеситься. Думаю, интересно, набрала ли я. Потому что где-то какие-то погрешности себе позволяла уже лишнего. И я вам хочу сказать. За последний месяц у меня вес не сдвинулся ни туда, ни туда. Прям на месте. Сколько я весила ровно месяц назад. Буквально вот столько же и вешу. Это хорошо. Я думала, что у меня уже, ну, поднялось чуть-чуть веса. Добралось. Но то, что у меня не поднялся, это хорошо. Это хорошо, что он держится на одном месте. Потому что вот эта вот осенняя серость, она мне портит настроение. И как бы впадаю в какую-то такую депрессию временами, знаете. Осенняя депрессия называется. Поэтому я решила немножечко попридержать коней с диетой. Но сильно не баловать себя какими-то вкусняшками. Так. Ну, чуть-чуть, если. Ну, чтобы не испортить свои показатели, знаете. Вот. Ну, и думаю, немножко погода, когда уже стабилизируется, может быть. Потом можно будет еще попробовать, еще подержать. Ну, какими-то можно такими. Долго держать. Вот, все-таки диету я не могу. Я уже так поняла, что... Ну, она на меня навевает скуку, честно говоря. Вот. Так. Пора уже идти умываться. Кстати, я же хотела вам показать катушки. Смотрите, какие катушки. Видите? Вот так вот они скатываются на лице. А потом лицо становится под ним... Вот умоешься и становится гладким-гладким. Вот. И после умывания лицо прям гладкое-гладкое становится. И вот такое ощущение, как будто кремом намазано. Даже можно кремом не мазаться. Вообще классно. Мне нравится. Так, ну что, девочки. Кашка вроде бы уже готова. Постояла она. Минут пять уже. Попробовать надо. Каша нормальная, но совсем не сладкая. Ну, кто вот на диете, прям кому совсем без сахара, ну, это то, что надо. Быстро завариваемые, с сухофруктами, в то же время без сахара. Ну, можно и так поесть. Но я бы чуть-чуть бы, чуть-чуть бы капельку подсадила бы. Всё-таки. Добавлю сейчас я сахарозаменителя такого сыпучего. Капельку-капельку. Ну, а так-то нормальная на вкус каша прекрасная. Добавила я чуть-чуть, чуть-чуть сахарозаменителя, капельку. Но его почти не чувствуется. Вообще, я думаю, что можно сюда добавить мёд или варенье, что-нибудь такое. Ну, можно и не добавлять ничего. Вообще, на вкус напоминает мне геркулес. Вот вчера я буквально заваривала пакетик геркулеса в пакетиках. Абсолютно такой же, точно. И даже такой же помол вообще. Но это получается дешевле, да? Это когда я показывала покупки светофора, когда я сделала светофор, уже не помню, сколько этот пакет стоит. Но он экономнее получается, конечно, чем в пакетиках брать. Но специально за кашей я туда не поеду, нет. Ну, поем пока такую. Решила я всё-таки, девочки, приготовить соус. Думала, думала приготовить плов или, может быть, борщ. Но что-то соус мне больше как-то... Я уже давно ни то, ни то не готовила. В общем, домашнюю курочку взяла опять, девочки. Сейчас просто измельчу кусочки, сделаю помельче. И поставлю курочку варить. Потом добавлю лук, морковь, картошку. И всё. Зажарку делать не буду, чтобы не было слишком жирным, потому что бульон очень наваристый получается. Курочка такая вот жирная вся. Классная. Так, ну всё. Приступили. Режем. Всё. Я уже картошечку почистила, водичкой залила. Сейчас морковку и лук порежу. Всё подготовлю. Пускай у меня готово всё лежит. Уже поставила курочку. Когда закипит, пенку сниму. И уже добавлю туда... Не, ну немножко поварится, конечно. Потом добавлю картошку. Всё, вот это овощи сразу вместе. И пусть они там на медленном огне варятся, варятся, варятся. Пока не будет мягкое мясо. Да, что-то вот думала, думала, думала. Вроде как рис много. Не хочется. Потому что если я буду делать плов, ну это надо делать порцию. Ну как положено там в мультиварке. Ну это много. А то я могу положить, например, картошки поменьше. И в то же время здесь соус, чем уважают, то что он как и первый, как и второй идёт. Тут и бульон есть, и в то же время и он вроде как и как второй. В общем, такой вот. Скоро уже обед. Ну как раз к обеду подоспеет всё это дело. Видео моё вывелось. Пойду сейчас монтировать. Интересно прям посмотреть, как там получилось. Такое видео забавное. Мне прям понравилось. Мне нравится, когда мы с дочкой веселимся. Да вам, наверное, тоже нравится это дело. Так, ну вот и всё. Луковица и всё. Всё, девочки, соус почти готов. Я его посолила, поперчила. И всё. Вровый листик, зелень, всё бросила. Сейчас оно ещё немножечко поварится. Ещё несколько минуточек. И можно выключать. И обедать скоро. Вот такой классный получается. Пахнет, наваристый. Давно соус не ела. Всем добрый день, девочки. День следующий. Ой, вышла прогуляться. Решила сходить опять до той машины. Хочу домашнюю сметанку. Молочко домашнее. Я уже на этой сметанке, наверное, скоро поправлюсь. Ну, лучше... Ну, что ж ты гавкаешь. Лучше поправиться на домашней сметанке, чем на пирожных и мороженых. Я так считаю. Ну, правда, она такая вкусная. С хлебушком и больше ничего. Просто, я не знаю, я кайфую. Не знаю, надеюсь, машина там должна быть. Вот. Смотрела с окна. На улицу смотрю. А на улице серым-серо. Видите, небо какое вообще. Серое-пресерое. И так на улицу не хотелось выходить. Потом думаю, ну, хочется пройтись. Подышать воздухом. И правда, ветра нет. Самое главное, когда нет ветра, просто благодать. Вот ни один листочек не шелохнется. Я кайфую. Ну что, каникулы продолжаются еще. Хотя уже подходят к концу. Я не знаю, будут у нас продлевать или нет. Пока ничего не говорят. Но насчет продления, по крайней мере, ничего не говорят. Вот. Ну, надеюсь, у нас все наладится и будет уже... И так мне хочется все время на этом фоне сфотографироваться. Цветочки. Вот так вот. Асфальт некрасивый, да? Деревья. Ладно, не буду. Что сказать. Надеюсь, что уже закончатся у нас эти каникулы. После выходных начнутся обычные рабочие будни. И жизнь пойдет своим чередом, как и должно быть. Потому что, когда люди работают, туда-сюда двигаются, с кем-то встречаются, жизнь, она как бы кипит. А когда вот эти вот каникулы, сидишь дома, и все закрыто еще, и не походишь по магазинам, тогда, тогда, честно говоря, очень скучно. И жизнь, кажется, остановилась. День сурка называется. Знаете, один день похож на другой. Вот. Ну, я вот на этой неделе хоть к дочке съездила, и немножечко мы с ней там разбавили наши будни. Соседка моя в деревне. Еще не скоро приедет. В общем-то, внучка у меня тоже в деревне. Так что я одна, и мне особо делать нечего. О, машина стоит классная. Делать мне нечего особо. Готовить. Ну, приготовила я. Ну, что, я вчера приготовила соус. Обалденный такой вкус. Я сегодня поела его уже. Прямо обалденный. Прямо правильно сделала, что я его приготовила. Так, пойти по асфальту. Или по аллеечке уходу. Вроде грязи особо нету. Вот. В общем, думала приготовить, что еще. Потом думаю, ну, мне что-то захотелось блинов. Думаю, ну, е-мое, это же поправляться надо будет от них опять. Думаю, сметанка будет кстати. Вот. Ну, я думаю, что мне для блинов, наверное, скорее всего, нужно купить сковороду другую. Потому что у меня обе сковороды, они с покрытием таким, где блины не будут нормально держаться. В общем, была чугунная сковорода. Я ее всем отдала. Тогда, когда у меня была индукционная плита. А сейчас я думаю, что пусть она у них остается. Чугунная сковорода, хозяйство, это всегда нужная вещь. Для блинов это вообще то, что надо. Выпекаются они там хорошо. Я, наверное, куплю себе. Ну, если сейчас магазины закрыты, все эти хозяйственные. Ну, куплю потом. Я сегодня проснулась уже, думаю, да. Че мне блины? Внучки нету. А сама я, ну, съем на парочку блинов. А дальше что? Кто их дает-дает? Я решила, что я не буду их делать. Вот. Ой, какой свежий воздух. Я сегодня посмотрела один ролик. Где-то там, на Урале, что ли. Минус 20, там, больше минус 20, до 30, что ли. Мороза, метель, снег, сугробы. Я посмотрела этот ролик, думаю, боже, какой у нас тут кайф вообще. Тепло, ветра нету. Но ничего, что небо серое. Это такая мелочь. Зато можно вот так вот спокойно пройтись, воздухом подышать, прогуляться, кайфануть. Ну, вообще, думаю, люди всегда на что-то жалуются, всегда чем-то недовольны. Хочется чего-то лучше. А на самом деле, ну, у нас просто отлично вообще, шикарненько. Вот. Ну, все, я дошла до машины. Сейчас куплю и домой. Вот такая вот сейчас серость. О! Мучиться, мучиться. Кто-то спешит очень сильно. Взяла я, девочки, полторашку сметаны. Вернее, полторашку молока и пол-литра сметаны. Вот. Вроде бы жидкая. Вот так вот проверить не очень-то удобно. Вроде бы жидкая сметанка. Я люблю, когда она жидкая. Когда она вот течет и тянется. Вот тогда она прям мне нравится. Когда она уже густая, когда она уже не течет. Вот такую я не люблю. Она уже превращается в масло. И уже не очень здорово. Так, ладно. Здесь очень шумно. Машин много ездить. Зайду сейчас за хлебушком и домой. Да, еще фрукты надо купить. Все, девочки, пришла я с магазина. В общем, купила я вот в этом машине полтора литра молока домашнего. Домашней сметанки, кстати. Я хочу еще проверить ее. Она действительно такая жидкая, какую я хотела. Но в пятерочке я взяла йогурт без сахара. Сыр российский, красная цена. Вот это я взяла попробовать. Сливочный паштет из киты. Интересно. Взяла семгу парижскую. Взяла грудинку. Грудинка это в донских традициях готовится. Ну, вроде бы не очень жирная. Но, как всегда, батон со трубями. Взяла вот селяночка. Это у нас яйца. 86 стоит рублей. Первый сорт. Ну, взяла фрукты в пятерочке. Это бананчики, желтая груша. Очень сладкая, мягкая. Киш-миш. И всё. Сейчас надо будет попробовать на сметанку. Так, ну вот я открыла сметанку. И сейчас мы её проверим. Насколько она жидкая. Я люблю, когда она прям течёт. Сейчас я вам хочу сказать, что она течёт. Но вообще я как-то брала, у них вообще ещё жижа была. Что я даже просто не могла её намазать на хлеб. Потому что она стекала прямо с хлеба. Вот это стекать не будет. Ну, тем не менее, нормальная. В общем, течёт она. Тянется, самое главное. О, какая красота. Ой, прям с хлебушком. Прелесть. Сейчас покушаю. Всё, молочко я поставила кипятиться. Пока оно будет у нас кипятиться, я хочу протестировать, попробовать вот этот гречишный чай с какао-крупкой. Как видите, я его ещё не открывала. Но зато я уже почитала, что он из себя представляет. Так. Вот написано, что здесь входит в состав. Гречишный чай. Уникальная комбинация микроэлементов в составе зёрен. Татарской гречихи. Благоприятно воздействует на состояние сосуда. Защищает от усталости и плохого настроения. Плоды рожкового дерева Кэроп. Ароматный суперфуд. С лёгким шоколадным оттенком. Во вкусе богат полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами. Укрепляет иммунитет. Помогает улучшить пищеварение. Какао. Источник здоровой и активной жизни. Улучшает память. Концентрацию. Нормализует нервную систему. Поднимает настроение. Вот не знаю, я перед сном интересно. Настроение как поднимется у меня. Потом спать не захочется. Вот я например чёрный и зелёный чай не пью. Из-за того, что там кофеин есть. И мне потом мотор колотится. И спать я не могу. Хуже чем кофе на меня влияет. Вот. Кто этот чай пробовал. Кто знает. Но здесь нигде про кофеин ничего не написано. Тут написано что ещё. Две чайные ложки на пол литра воды. 95 градусов. Настоять 7-8 минут. Так. Но у меня вот этот завариватель на стакан. Где-то значит чайную ложку. Сейчас я заварю. И буду пробовать. Так. Чайничек у меня закипел. Сейчас немножко заварочник обдадим кипятком. Чуть-чуть. Сейчас. Так. Посмотрим. Вот такой кокетик внутри. Я смотрю там чая этого в принципе немного. Чуть-чуть его. А пахнет шоколадом девочки. Не знаю как вам показать. Как он выглядит. Ой. Такой шоколадный вкусный запах. Я не могу. Так. Ну ладно. Надеюсь вкусненько будет. Ложку одни кидаю. Потому что у меня заварочник на стакан. Вот так вот хватит я думаю. Ну и 7-8 минут настоится пускай. Потом будем пробовать. Сейчас я его еще накрою полотенчиком. Ну что девочки. Прошло уже минут 10. Посмотрим что у нас тут. Получается. Так. Ну вот такой вот он цвет имеет. Он светленький. Я вижу крупки там плавают. Ну теперь надо же его попробовать на вкус. Так. Налью чуть-чуть. То он еще горячий. И будем пробовать. Ну что девочки. Давайте попробуем что. Пахнет хочу вам сказать какао. Когда он сухой. Он пахнет кофе. А вот заварился. Теперь запах какао. Прям вот такой. О. Его даже сладить не надо. Я не сладила. Я там прочитала. Что у него чуть-чуть сладковатый вкус. Так оно и есть. Да. Ой. Шикарный напиток. Послушайте. Мне так это нравится. Класс. Я бы еще с удовольствием заказала бы и этот чай. И еще другие. Но вот их не было в наличии. Надо их теперь смотреть. Когда в наличии появятся. Там еще есть такое уведомление. Можно поставить. Вам придет письмо. Что там появилось. Там товар. Который. Фаберлик. Допустим. В тот момент отсутствовал. Когда вы заказывали его. Ну. Просто шикарный напиток. Его просто. Вот больше ни с чем. Не надо ничего туда добавлять. Это даже не чай. Я не знаю. Даже как это назвать. Это такой вот напиточек. Классный. Классный. Кстати. Сейчас читала комментарии. И одна подписчица написала. Расскажите подробнее про гречишный чай. Вот как раз я сейчас вам его. Про него рассказала. Что он из себя представляет. Показала. Заварили. Очень вкусно. Я наверное. Даже ни с чем не могу сравнить его. Из всех чаев. Которые мне нравились. Ну. За исключением. Конечно. Чай черный. И зеленый. Я это исключаю сразу. А из этих всех чайных напитков. Которые я пробовала. Ну. Это вот. Один из. Намбалан. Прям суперский. Прям такой. Да. Приятный. На вкус. Прям сладковатый. Ладно. Девочки. Не буду я вас больше соблазнять. А то я начинаю пробовать тут сметанку домашнюю. Чаечек вкусненький. А у меня такое все. Обычно вкусненькое. Классненькое. Вы соблазняетесь. Да. Я хочу на этом видео свое закончить. А завтра. Ну. Я наверное начну уже новое видео. И что у нас будет происходить уже завтра и дальше. Вы уже увидите в следующем видео. А сегодня мне делать больше нечего. Я уже все на сегодня что бы уклонировала и сделала. Готовить я не буду. Молоко я сварила. Оно остынет. Потом я молочко немножко отолью. И еще сварю себе манную кашу. Я иногда люблю манную кашу. Жиденькую только такую. Если она густая я ее уже не люблю. Я люблю когда она такая жиденькая. Да. Такую с детства люблю кашку. Люблю поесть. Ну все мои хорошие. С вами прощаюсь. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok